поэтому вот трансформация которая происходила весь этот год как вы оцениваете первые результаты и насколько помогла может быть вот эта вот ужасная ситуация для того чтобы действия и реализация новых вот этих собственно проектов и идей во главе которых стояло министерство ну прошло в более сжатые сроки знаете мне подмывает сказать то что если бы не было коронавируса то нужно было бы его придумать или что-то подобное для того чтобы обеспечить такую встряску для я не говорю в целом в экономике отвечая за свой сегмент и и в части обрабатывающей промышленности и торговли нужно было точно что-то придумать для того чтобы дать дополнительный импульс для консолидации всех интеллектуальных производственных технологических ресурсов и испытать себя на прочность понять где у нас есть еще слабые места ну а где мы могли проявить как раз себя с точки зрения те компетенции которые были наработаны за последние годы ну вот пример да фармацевтика у меня тут некоторые коллеги журналисты не так давно спрашивали о том как вот фармацевтика себя сегодня чувствует и как она справилась или помогает справляться в борьбе с коронавирусом я откровенно сказал и вы наверное живой свидетель на того что происходило последние 10 лет в этой отрасли я помню прекрасно вас там когда мы только формировали астроптика я тут некоторые коллеги журналисты не так давно спрашивали о том как вот фармацевтика себя сегодня чувствует и как она справилась или помогает справляться в борьбе с коронавирусом я откровенно сказал и вы наверное живой свидетель на того что происходило последние 10 лет в этой отрасли я помню прекрасно вас там когда мы только формировали стратегию развитие там фарма 2020 да вы начинали тогда еще там с дистрибьюции и строить первый завод я вас тогда как раз мотивировал алексей алексей не только думайте про дистрибьюции но думайте о производстве так вот если бы 10 лет назад нас накрыло бы ну честно я думаю что было бы очень тяжело без с помощью из-за рубежа справиться с теми вызовами которые мы получили пережили в двадцатом году поэтому это собственно вот и проверка на прочность тех отраслей промышленности которые говорят сами за себя но и то же самое касается и других направлений там медицинской техники медицинских изделий а и предприятие которые были задействованы в производство там средствами индивидуальной защиты да и торговля торговля получила как говорится первый удар прямо в лоб значит в марте месяце когда мы нас столкнулись с таким резким спросом сказать ажиотажным спросом на продукты питания в первую очередь там продукты питания там первой необходимости предмет поэтому и это тоже вот лишний раз подтверждает что осознанно там промышленная политика политика осознанно в области торговли она дает свой результат с точки зрения прочности и проверки она на эффективность пух так и не 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 Продолжение следует...